Все готово к приему больных. Идеальная чистота, обеззараженный воздух, свежий ремонт. Так выглядит новая операционная в кардиодиспансере. Теперь хирурги смогут проводить диссерентген-операции, имплантировать электрокардиостимуляторы, клапаны сердца. Новые технологии позволят экономить время операции, принимать большее количество пациентов, а главное уменьшить риски осложнений. Делаем мы операцию. Возникло какое-то осложнение. То, что всегда это очень серьезно. И для того, чтобы провести коронарографию вовремя, понять, что происходит, и успеть оказать помощь, вот это будет здесь под рукой. То есть здесь будет аппарат, которого можно перекатить, откатить, когда он не нужен, подкатить, когда нужен. То есть он подъезжает, делается, он крутится во всех позициях. То есть он позволяет найти тот сосуд, который, чтобы его вывести, увидеть на большом мониторе. Сегодня в диспансере стремятся к тому, чтобы было как можно больше органосберегающих операций без крупного разреза грудной клетки. Это позволяет быстрее восстановиться пациенту. В этом плане новые операционные огромный шаг вперед. Есть такое понятие гибридные операции. Это когда часть операции делается без разреза грудины, между ребрами проходят с помощью специальной оптики. Те сосуды, которые доступны, врачи оперируют их, накладывают шунты. А те, которые дальние, глубокие сосуды, там с помощью рентгеновского аппарата мы можем поставить стенд. И если там сосуды не проходимы, то с помощью аппарата Ротоблаттер просверлить бляшку и тоже поставить стенд и восстановить полностью кровоток. Кстати, ежегодно в диспансере выполняют более 600 операций. Мне 81 год. У меня начались перебои с давлением, с пульсом нарушения. Ну и вот пришлось сюда. Внуки привезли меня, внучки. Сказали, бабушка, поживи еще, говорит, лечись. Ну, добавить мне лет добавили. Я, конечно, еще поживу. Может, столько же, сколько прожила. Что касается обновленной операционной, уже на этой неделе здесь состоится первое медицинское вмешательство, которое спасет чью-то жизнь и улучшит ее качество. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Спасибо.